Обеспечение безопасности дорожного движения на сегодняшний день один из наиболее актуальных вопросов современности. В этом плане особое значение имеет организация новой системы проведения тестовых испытаний на получение прав на вождение. В первую очередь без присутствия человеческого фактора в электронном формате. Подобная открытая и прозрачная атмосфера присутствует и на открытом Махангаране инновационном тестовом центре столичной области. Запуск инновационных школ для получения водительских прав стало требованием времени. Совершенствуется техника, технологии, улучшаются условия, поэтапно ремонтируются дороги. Но число дорожно-транспортных происшествий не меняется в статистике. Плачевная ситуация на дорогах была раскритикована главой государства на расширенном видеоселекторном совещании в январе текущего года. Тогда президент поручил изменить систему подготовки водителей. Постановление президента о дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сферу регулируемой государством. И постановление Кабинета министров Республики Узбекистан о дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сфере проведения экзаменов для получения водительского удостоверения на право управления автоматотранспортным средством. Документы, позволившие дать старт строительству инновационных экзаменационных центров в регионах. Вход по идентифицирующему QR-коду, проверка теоретических знаний с минимальным шансом на ошибку, автоматизированный инструктор-планшет. Все это новый подход, все это в инновационном экзаменационном центре для получения водительских прав в Ахангаранском районе. Одно из главных требований — исключение человеческого фактора, чтобы, решая автозадачки, экзаменуемый опирался только лишь на свои знания. Наш центр направлен прежде всего на социализацию, на то, чтобы люди чувствовали себя безопасными на дороге, они были ответственны. Что здесь очень важно, что человеческий фактор при сдаче экзаменов, он нивелирован. Когда встречаем наших клиентов, провождаем, выдаем QR-коды, идет оплата в кассе, вот здесь идет человеческий фактор. Но когда вы садитесь сдавать экзамен, остаетесь только вы и ваши знания. Для теоретической части отводится 25 минут, всего 20 вопросов. Кандидаты, допустившие больше двух ошибок, имеют возможность пересдать экзамены ровно через 7 дней. А те, кто успешно сдал тестовые экзамены, проверяют себе знания на практике. А для этого создан автоматизированный автодром на площади 2 гектара. Если практическая часть не сдана, можно ее пересдать, причем несколько раз. В течение двух месяцев с момента успешного прохождения теоретического экзамена. Но с промежутком в 7 дней. Выполнить нужно 12 заданий. На территории автодрома имеется 96 дорожных знаков. Экзаменуемый должен учитывать каждый из них. Суммируются баллы допущенных ошибок. Их сумма не должна превышать 100 баллов. Для сдачи практического экзамена отводится 16 минут. Скорость не должна превышать 20 км в час. Превышение скорости допускается лишь на определенных участках. Для приема практического экзамена центр имеет автодром, который разделен на три площадки. На одной сдают вождение претенденты на получение прав категории B, C и D. На второй свои практические навыки проверяют желающие получить права категории A. Третья предназначена для тех, кто сдает на категорию для управления автомототранспортом с прицепом. Абсолютно идет уважение и к социальным таким группам, как инклюзия. Специально оборудованные есть машины. Все категории можно пройти. В наличии имеются и автобусы, и прицепы, и легковые автомобили, и мотоциклы. После успешной сдачи обоих этапов экзамена выдается сертификат, с которым можно обратиться в Управление безопасности дорожного движения. После сверки сертификатов в базе выдается водительское удостоверение. Как показывает практика, попытки договориться носят систематический характер. Дать взятку пытаются на всех уровнях, начиная от стойки регистрации и до инструкторов на экспресс-курсах. Цена вопроса в пределах 400-500 долларов. Создание современных комплексов — это посыл для предотвращения коррупционных элементов. Влияние человеческого фактора на результаты экзаменов, чтобы на дорогах осознанных водителей было больше, а число ДТП сократилось до минимума, что и было заложено в основу реформ в данной системе.